Ветеран Великой Чыной войны Валентина Баранова звернулася с наказом до молоди. Передать спадшину поколениям, детям, унукам и заховать мир. 8 листопада гоноровая жахарка Гродзенского региона, яка изъявляется ярким прикладом житевой стойкости и невычерпного оптимизму, означала 99-й день народжения. С пригожей датой шановную Гродзенку повиншевали улады, лидеры громадских организаций и ее коллеги по выкладчицкой деятельности. Коллектив Гродзенского гуманитарного колледжа, где неколе працавала педагогом Валентина Баранова и где пройшла урочистость. Ирина Юшкевич продолжить. Ее называют человеком-легендой. На парадном кителе Валентины Барановой нема свободного места. Тысячи километров военных дорог провели ее праз Беларусь, Украину, Польшу, удельничала у наступальной операции на Берлин, доставляла сокретное поведомление, а перемогу сустрела у Празе. И сёння у своей 99 годов военная сувязистка – узор молодости, активности и наилепший приклад для пераймания для сучасников. Валентина Петровна Баранова является для нас огромным примером. Примером стойкости, поводом для гордости. Человек, к которому всегда можно обратиться за советом, который всегда может поддержать. И мы очень гордимся тем, что такой человек является частью нашего колледжа. То, что она была нашим преподавателем музыкального образования, у нас даже есть кабинет, посвященный Валентине Петровне Барановой. Валентина Петровна народилась у Красноярским краю, однако за май 70 год, прожитых у города над Нёманом, и она стала соправдной Гродинкой. Ее имя унесено у Книгу славы Гродинской в области. Не застался незауважным и особистый уклад в укладческую деятельность. Активная позиция и удел у важных подеях у склада многих громадских обеднаний. Человек, который является примером для и нас, женщин, потому что именно Валентина Петровна, первый почетный член Гродинской областной организации Белорусского союза женщин, это раз. Во-вторых, она лицо всех патриотических проектов. И вот этот старт акции «Женское лицо Победа» как раз начался с истории жизни и подвига великого человека, которого мы просто называем наша замечательная Валентина Петровна. Заусюду позитивная и непосредная Валентина Баранова привыкла брать инициативу у своей руки. И, как сама стверждает, она по-ранейшему лечит себе военнослужащий у Збройных сил. Рассказывают, что про военное минулое Валентина Баранова николи не скарзится. Успоминая, как 18-годовая девчиной доброохотно пошла на фронт. Замагалась за вызволение многих советских городов от немецко-фашистских захопников. А тому сегодня, як никто, добро ведая, соправднуется оно кожному дню, прожитому под мирным небом. Сегодня 99 лет, а я живу в мирной стране, которая отмечает 77-ю годовщину со дня Победы. Но не радость ли это? Это все потому, что мы живем на своей земле. Наш народ любит жизнь. Они уважают все нации, все поколения. Я с гордостью говорю это. Наш президент поставил такую задачу. Давайте, люди, мирно жить. И хватит нам войны. Пусть у нас разные какие-то направления, но жить в мире мы обязаны, мы должны, потому что если только мы нарушим мир, можно попрощаться с землей. И в поваженном взросле Валентина Баранова застается на передовой активного громадского життя, потребливая шматлики социально-значные инициативы и регулярно сустракается с молоддю. Сегодняшним школьникам, наученцам и студентам Валентина Петровна говорит только про то, что широко верит сама. Об мир и памяти, отданости своей справе, любви да родимы. А так само наказывая заховать незалежность краины, одинство белорусского народа и не позволит никому змарновать створенное за многие десяти годы после войны и за годы суверенного шляха Беларуси.